Новый контент подъехал. Новый контент по Destiny 1. Я рад, что о выпусках этой серии роликов вы спрашиваете столь часто, и, пожалуй, в скором времени я буду развивать эту тему дальше. Выпускать видосы чаще, поскольку во второй... ну, короче, не будем о грустном. В прошлом видео я прошел сюжетные миссии на Луне. Спускался в самые темные катакомбы Улья. Впервые самостоятельно использовал меч Кроты, убил одного из лучших служителей самого Кроты, затем сыграл один матч в ПВП и получил координаты от таинственной незнакомки. И вот мы отправляемся на Венеру. Планету, которой нет в Destiny 2, но которую я считаю одной из самых красивых в игре. Отправлялись мы туда по указанию экзонезнакомки, несмотря на то, что все еще не знаем ее целей и мотивов. Венера окутана останками старой колонии, построенной коллективом Иштар, который изучал руины старше самого человечества, по словам Призрака. Мой Страж оказывается тут впервые, так что для начала я нахожу пару форпостов Стражей и активирую возможность вызова Сперу и сенсоры, которые помогают засечь противников. Новых противников. Вексов. После того, как все готово, выдвигаюсь по координатам, оставленными мне экзонезнакомкой. На самом деле, я помню эту миссию как одну из тех, что заставило меня попотеть. Вексов тут было настолько много, что одному справляться было непросто. Но это тогда. Сейчас я разобрался с ними довольно легко и теперь готов к первой встрече с экзонезнакомкой лицом к лицу. КОНЕЦ Я не говорила тебе, маленькая Лайк. Я гонка. Акция. Многие противников украли. КОНЕЦ КОНЕЦ Но ты сделал это здесь. Да, я слушаю. Они здесь. Сами я. Кто она говорит? Понимаешь. Ты нужна моя помощь, противник. Это почему ты привезли нас сюда? КОНЕЦ Они прив ledным нас сюда. КОНЕЦ Не было building. КОНЕЦ СОЩИ КОНЕЦ Ты тысяча не прихождаешься? КОНЕЦ Нет, я не был создан в льдь, но я верю, что где наши пути кросятся, земля может разрушиться. Вы слышали о Блэк Гардене? Мы слышали легенды. В этом мире, где эти машины были созданы. Слышите Блэк Гардене. Слышите его сердце. Только тогда вы путешественные пыли. Вы помогли нам найти его? Мой путь в своем. Я не могу. Если мы собираемся найти Блэк Гардене, мы должны увидеть Абвоку. А, да. Абвоку. Абвоку. Слышите между льдом и муром. Один стороны должен всегда быть убран, маленькая льдь. Даже если это плохой стороны. Возвращаясь. Сколько много? Уберите положение, уберите машины, и не дайте их найти тебя. Льдом. Поэтому, как мы найдем Абвоку? Они живут все в поле сверху. И последний день светит. Может, мы живем здесь с убийственными роботами? Нет. Маля льдь. Не сделай это. КОРОЛЕВЫ ПРОБУДИВШИХСЯ Распространение сил тьмы будет остановлено. Весьма запутанная цепочка, но давайте послушаем, что нам скажет королева и ее братец. КОРОЛЕВЫ ПРОБУДИВАЮЩИЕ КОРОЛЕВЫ ПРОБУДИВАЮЩИЕ ПРОБУДИВАЮЩИЕ КОРОЛЕВЫ ТЕЛЕСКИ КОРОЛЕВЫ ЧАЕКСИ КОРОЛЕВЫ ПРОБУДИВАЮЩИЕ Она должна быть доступна для того, чтобы заботиться в рифе. Но мы здесь. Мы пришли к нам помогать. Фаллин! Она боится о фаллинг. Она не понимает, что это мои. Извините, Ваше Слово. Я Гардиан, из Земля. Мы расстоянием для Блэк Гарден. Почему? Мы расстоянием для Блэк Гардиан. Вы хотите превратиться в бою? Как неизвестный. Вы знаете, где это? Все знают, где это. Это тяжело. Вы можете помочь нам? Почему мы это сделаем? Ваше Слово. Ваше Слово. Ваше Слово. Ваше Слово. Ваше Слово. Да, это хорошо. Это хорошо. Почему не так? Мы сделаем тебя ключ. Как это? Все мы нужны, чтобы мы с головой Векс-Гателорд. Гателорд? Почему ты хочешь с головой Векс-Гателорд? О, мы не можем. И я не думаю, что мы получим его. Но это только твоя надежда, чтобы вы получили Векс-Гателорд. Мы вернемся. Или умер на Венус. В любом случае. Ну, Ульдрант всегда был, конечно, заносчивым засранцем, это мы знаем, но они вроде как согласились помочь нам. Так или иначе, потребовав сначала голову Гателорда. Отправившись на его поиски, я запускаю одноименную миссию. И вы только посмотрите, какая красота. Прям до мурашек пробивает этот вид. Помню старый концепт-арты, изображающий эту цитадель. Выглядит просто невероятно. Вау. Но мы тут по делу. Найти и уничтожить большого парня, голова которого поможет нам попасть в Черный Сад. И мы на месте. Призываем Лорда. Призываем Лорда. Да, кстати, вы видели такого же Гателорда во второй части. Он также охраняет ворота в Черный Сад при запуске рейда Сад Спасения. И снова. Я был готов к тому, что босфайт будет сложным, но нет, все вышло довольно быстро. Возвращаемся к хамоватым голуболицам, чтобы получить ключ. Босфайт будет сложным, но нет, все вышло. Возвращаемся к хамоватым голуболицам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где я пройду еще одну миссию Но прежде я оказываюсь на новой социальной локации Риф Да, в оригинальной Destiny второй социальный хаб Открывался с выходом дополнения House of Wolves Но теперь при прохождении игры в 2020 году Некоторые квесты слегка пересекаются На этой красивейшей локации мы можем встретить Петру Венч Которая хорошо знакома нам по истории дополнения Отвергнутая во второй части Тут она выглядит Впечатляюще Вот как раз ее квест может нас запутать Так что давайте просто познакомимся Со всеми персонажами, что тут обитают А потом вернемся к оригинальной сюжетной ветке Один из лучших и любимейших мной персонажей Варикс Падший, который служит королеве И будет нашим помощником во время сюжетки дополнения Как же мне нравится идея дружественного представителя этой расы И как долго я лелеял надежды на то, что мы когда-нибудь сможем создать играбельного персонажа этой расы Еще один знакомый каждому игроку из Destiny 2 персонаж Брат Венс Правда в первой части он не был настолько поехавшим Отвечал он за испытания Осириса Каждую пятницу мы прилетали сюда за билетом и контрактами Окружали его, танцевали и надеялись на то, что пролетим на маяк с первого раза Такс, вроде все посмотрели Давайте на орбиту и пройдем еще одну миссию на Венере Архив Это миссия из оригинальной сюжетки, но с основной историей Она не связана В ней нам нужно проникнуть в старый архив по поручению криптархов И получить там некие данные Архив никто не посещал долгие годы И вот теперь мы станем первыми, кто откроет его двери Мне безумно нравятся эти густые заросли на Венере Джунгли, через которые я пробираюсь, сражаясь с падшими вексами Создают какое-то вот то самое смешанное сай-фай настроение и эстетику других жанров Какое-то непередаваемое удовольствие, конечно Жалко, что при перепрохождении сейчас Я не испытываю тех эмоций от посещения этих локаций впервые Тут вообще тупо Ласт оф Ас какой-то Все заросло И вот мы в архиве Голос терминала приветствует нас как доктора Шима Но угадайте с первого раза Объяснили ли нам в первой части, кто такой доктор Шим? Сражение с падшими тут тоже оказалось простым, в отличии от моих ожиданий Хотя, если бы я повысил уровень задания до актуального на сегодняшний день То меня бы тут вообще все ваншотало Отбившись, мы можем послушать то сообщение, за которым я и запустил это задание Да-да, тот самый Уолт оф Глаз Это его первое упоминание для игроков Добраться туда в качестве рейда мне еще предстоит не скоро Так что пока довольствуемся этим вот Но мне не терпится собрать скорее команду И как в первый раз без имбовых экзотов Отправиться осваивать подземелья Венеры Вообще, честно признаюсь, сейчас нереальное удовольствие получаю от игры в первую часть Но, к сожалению, именно из-за контраста с тем, что происходит во второй Я очень хочу, чтобы с серией Destiny все было хорошо, но получается пока все как-то очень неоднозначно В следующем видео на канале я поговорю о хранилище контента Расскажу, что я об этом думаю Ну а что до видео про первую часть, в этот раз больше не стану затягивать Давайте, как и в прошлый раз, 2000 лайков и я сажусь за миссии на Марсе А то кабал заждались Спасибо за просмотр, Страж На этом все Удачи Спасибо за просмотр, субтитры Алексею Дубровскому!